Это единственное дошедшее до нас изображение обнаженной женской фигуры Веласкаса. Женщина со стройной грациозной фигурой смотрится в зеркало, отражающее ее лицо. Амур опирается руками на раму, окаймляющую отражение, и привязан к ней лентами. Присутствие юного божества, осложненная идеей бестоотечности красоты, указывает на любовную связь. Веласкас, как всегда, превращает миф и аллегорию в конкретные образы. Реальная анатурщица и ребенок, написанные по всей вероятности в его мастерской. Кто они? По одной версии, это римская возлюбленная художника и, как знать, изображение ее будущего сына, который родится в 1651 году. В том, что картина навеяна итальянскими впечатлениями, можно убедиться, вспомнив классические скульптуры, например, Гермафродита, ранее в собрании Воргезе, обнаженных с фресок Микеланджело в Сикстинской капелле, и Венера работы Тициана и Верунезе, которые художник мог видеть и в Мадриде. В Королевском собрании была картина Тициана, Венера перед зеркалом. Вероятнее всего, эта картина была написана до возвращения в Мадрид, так как это произведение уже в 1651 году значилось в инвентарном списке маркиза Эличи, кузена герцога Оливареса. Субтитры создавал DimaTorzok